Как мы вам и обещали, во втором выпуске мы покажем ребят, которые любят бэпан, заниженные машины. Это Антон, это Ваня. Разница в их машинах в том, что у одного статика, а у второго пневма. А об этом поподробнее дальше. Иван Махтеев и Антон Киселев – два друга, которые мало того, что имеют одно и то же увлечение, так они вместе принимают участие в организации фестивалей тюнинга и являются теми, кто проводит соревнования по бэпану. Например, в их копилке такие мероприятия, как благотворительный фестиваль тюнингов Ходькова, Hello Summer и Oktoberfest Auto, которые прошли в Софрино совсем недавно. Замеры ребята проводят в номинации «Пневма» и «Статика», устанавливают две балки по центральным стойкам автомобиля и на крышу кладут перекладину. А если пневма, то машина предварительно заезжает на доски высотой 5 сантиметров. Таким образом, они измеряют дорожный просвет. У каждой номинации есть подклассы «Приора-десятка», «Самара-Самара-2», «Калина-Гранта», «Классика» и «Иномарки». Помимо судейства, они сами принимают участие в этих же соревнованиях. Им есть чем похвалиться. Например, Иван вместе со своей «десяткой», которой с самого детства питают любовь, в этом сезоне занимал только первые места в номинации «Приора» «Десятка по статике». Мы посетили два фестиваля «Софринский» и «Пасадский фестиваль». Съездили на встречу в город Волоколамск. Ну и в данном сезоне было, конечно, достаточно меньше мероприятий, чем в том году. Первой машиной Ивана была папина Hyundai X35. На ней он и начинал ездить. Затем, как и у всех, ВАЗ-2110. В 2014 году его детское желание иметь «Десятку» осуществилось. Ему подвернулся отличный вариант покупки данной машины 97-го года выпуска. Ну, у меня с детства есть большая любовь к автомобилям. Познакомившись с компанией ребят с города Ивантеевка, которые с 2014 года увлекались этим, как бы у меня возникло желание сделать что-то наподобие такого. Все плоды увлечения бэпаном Ивана видны на этой машине. Ее дорожный просвет составляет 3-3,5 см. И в Москве, и в Московской области это пока самый низкий автомобиль. Однако добиться такого результата пришлось и с некоторыми нюансами. Примерно 2,5 месяца назад у Ивана над задним колесом образовалась дырка. Ну, из-за низкой посадки заднему колесу как бы не хватает места для нахождения в арке. И по правильному нужно переделывать арки. На данный момент пока мы не можем найти человека, который профессионально это сделает. Как бы наваривается, как можно сказать, кокон. Ну, выпиливается, наваривается кокон. Как бы колесо уходит, как бы ничего не чиркает. На данный момент нет возможности это сделать, потому что мы не можем найти человека, который может этим заняться. Приходится как бы ездить чуть-чуть некрасиво. Большую часть переделки своей машины Иван выполняет сам. За исключением сварочных и болгарочных работ. Так как необходимых для этого инструментов у него нет. Итак, в данной десятке установлены короткоходные стойки минус 120 с немного запиленными пружинами. Также Иван рассказал и про изменения в лонжероне. Отпилил лонжерон, чтобы привод не бил об лонжерон. Получается, что лонжерон – это часть кузова, которая усиливает весь металл. Ну, лонжерон вот здесь. Прежде чем заниматься изменением своей подвески, дабы уменьшить дорожный просвет, необходимо все предусмотреть. Например, поднять мотор на 2 сантиметра для безопасности поддона. Также подумать о защите бака, который у Ивана составляет 4 миллиметра. Однако, по пути на Софринский фестиваль тюнинга у него все-таки случился прокол на Ярославском шоссе. Но, несмотря на это, он доехал и занял первое место. На данном автомобиле установлены колеса 14-го радиуса «Кикторус» на максимально узкой резине, которую можно было найти в Москве. 155-65. Ну, узкая резина нужна для помощи в занижении данного автомобиля. Потому что, если брать резину на жирном профиле, то ее не получится положить так, как можно положить на узк. Ну, будет тереть все. На данный момент колеса полностью выворачиваются, и комфортно можно ездить, несмотря на то, что она очень низкая. Если Иван часть работы по переделке машины делал не сам и обращался за помощью в автосалон или к друзьям, то нам стало интересно, а возможно ли это совершить собственными силами. Самому это реально как бы со своим инструментом, с местным, где ты можешь делать полностью, можно сделать все самому, и это очень даже реально. А по затратам это как? Ну, по затратам в среднем комплект стойк пружин стоит порядка 15 тысяч рублей. Сварочные работы, ну, резина – тысяч 10, диски – 9. Как ты приблизительно потратил на эту машину? Ну, на данный момент, чтобы автомобиль находился в таком состоянии, с момента покупки я потратил порядка 60 тысяч рублей. Для Ивана его «Десятка» – повседневный автомобиль, на котором он постоянно везде ездит. Плюс это своего рода холст для воплощения задуманных идей, поэтому останавливаться на завоеванных в этом сезоне первых местах он не планирует. Ну, конечно же, это не предел, и как бы со временем автомобиль становился все ниже и ниже, в следующем сезоне он, конечно же, будет ниже. На сколько? Ну, планирую я его еще уронить где-то на полтора-два сантиметра. А какой вообще максимум? Максимум – это земля. Также Иван хочет установить у себя в «Десятке» пневматическую подвеску, но пока у него нет средств для ее покупки. А вот его друг Антон Киселев уже имеет такую на своем ВАЗе 2114. В мае 2015 года он приобрел этот автомобиль уже с пневматической подвеской, которая была установлена предыдущим хозяином. На летний сезон я поставил диски, ну и как бы по салону. Ну, как бы, что в моих силах, я делаю сам. Машины не были сразу его увлечением. До этого Антон имел интерес к спорту и играл в футбол. А уже после службы в армии, когда бэпан стал модным среди молодежи, он тоже влился в эту тему. Начал, как и все, с пружин, которые пилили. А первыми его автомобилями были 99-я и Приора. Однако, более серьезным бэпаном он увлекся уже на нынешнем его ВАЗе 2114. Вот я его затонировал с самой темной пленкой, которая есть. Люблю, чтобы меня не было видно. Затем вот диски. Резину искал три месяца, потому что резина на самом деле очень редкая. Но она узкая и низкая. Почему я такую резину искал? Чтобы добиться, ну, чтобы она максимально легла низко. И какой у нее дорожный просветитель? Ну, в каких-то местах его нет. Например, сзади она лежит на балке. Спереди она лежит на защите, на моторе. Он сам клеил в машине шумоизоляцию. Кроме того, поставил раздвоенный выхлоп в качестве декоративного элемента, чтобы придать автомобилю необычный вид. Я поставил не какую-то там банку рычащую, поставил как бы приятный, средний, нежный звук. Чтобы и ушам не было, как бы, ну, по ушам не било, и чтобы люди вокруг тоже не возмущались. А вот салон своего автомобиля он не трогал, потому что предпочитает родной стоковый. Также Антон считает, что внутри машина должна иметь строгий вид, без всяких побрякушек. В отличие от автомобиля Ивана, у Антона затрат больше. Ведь одни диски с резиной у него вышли примерно на 25 тысяч рублей. Это получается ресивер, в нем как бы хранится воздух. Это компрессор, который качает в ресивер воздух. Это блок клапанов. Получается, четыре клапана на подъем, это на каждую подушку. Там передняя левая, передняя правая, задняя левая, задняя правая. Это четыре клапана на спуск. То есть, это датчик давления, который, когда в баллоне, ну, вот он стоит, например, у меня стоит от шести до восьми атмосфер. То есть, когда меньше шести атмосфер, включается автоматический компрессор и докачивает до восьми атмосфер воздух. Затем отключается. То есть, вот эта вся система, от которой работает пневмоподвеска, автомобиль поднимается. Хоть и пришлось ради пневматической подвески пожертвовать запасным колесом, Антоне это не сильно беспокоит. Возможности своего автомобиля он показал нам еще на летнем фестивале тюнинга и автозвука HelloSama в Софрино. Вот это самое высокое положение. Я могу отдельно... Могу отдельно... Так что еще установлен пневмогудок. Занимается своим автомобилем Антон на пару с отцом, который разделяет увлечения сына. Ну, отец как бы работает так же, как и я на складе. Мы живем в частном доме и в свободное время, либо когда что-то надо сделать в автомобиле, мы выходим во двор. Либо он со своим занимается, я со своим, либо его, либо своим. У него Volkswagen Golf 3. Он поставил широкие диски, тоже на узкой резине, на низкой. Поставил пружины с занижением. А что он вообще поддерживает? Да, он поддерживает, как бы тоже. Тоже с тренировкой ездит, все тоже поддерживает. То есть семейный? Ну, наверное, да, мне как бы может от отца это тоже удалось, потому что увлечение к машинам пошло. За полтора года, что Антон занимается этой машиной, он участвовал в разных соревнованиях по Бэпану и фестивалях. Среди наград есть и первые, и вторые, и даже третьи места по посадке. За ними он прокатился в такие города, как Волоколамск, Подольск и Сергеев-Посад. В последнем он получил первое место за лучший внешний вид, по мнению зрителей. Перед входом на фестиваль мы раздавались наклейки. Мы выстроили на площадке автомобили, и они ходили, смотрели, и на лучший автомобиль наклеивали. Чем больше наклейок? Да, чем больше наклейок. У меня оказалось, ну, больше наклейок. У нас мы, получается, забрали две номинации. Одна номинация была как лучший клуб, мы приставили еще клубом, и вторая как автомобили. По-моему, если не ошибаюсь, на автомобиле 80 у меня с чем-то было. Остальное еще от клуба, как бы с других автомобилей, которые были тоже с нашего клуба. Этот выпуск мы посвятили автомобилям Ивана и Антона, чтобы наглядно показать вам Бэпан. Но это еще далеко не все, что можно рассказать о данном направлении тюнинга. Ну а подробно уже в другой раз.